Приветствую вас Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете касаемо своего ребенка. В первую очередь, то что вы говорите, то как вы это говорите, то как вы это описываете. Я бы сказал, что вы не совсем внимательны к себе. Я бы так это сказал, потому что есть у меня такое чувство, что вы не слишком хорошо себя слышите. И не очень может быть хорошо понимаете, как и что происходит с вами в том числе. Потому что, например, вы напоминаете ребенку своему о каком-то разговоре, да? И пытаетесь разговаривать в целом с ним о каких-то вещах. Но это больше напоминает рационализацию. То есть вы пытаетесь все объяснить, пытаетесь все разобрать. Но момент в том, что на уровне чувств это остается необработанным. То есть ваш ребенок, он, как мне кажется, не получает отклика на свои чувства. А больше получает отклик на вот какие-то такие рациональные вещи. И это важный момент, потому что вы не внимательны к себе и к своим чувствам. А ребенок, соответственно, не внимательен к своей. И когда, например, возникает такая ситуация, например, что ребенок попадает в ситуацию не очень, ну, хорошую, например. А вы ее с ним разбираете. Стратите на это огромное количество времени. Вот. И тем самым удовлетворяете потребность мальчикового внимания. Но по факту он остается от вас зависимым. И по факту он же получает от вас то самое внимание, которое ему нужно. И не только от вас. Вообще говоря. Он это внимание получает и от окружающих, и от учителей. Да, очень бросается в голову знать, что он ревнует к своей младшей сестре, к вашей дочке. Да. Вероятно, он вытесняет. Вероятно. Вероятно, что он меня остановит. Я не знаю. Во-первых, вот вы говорите, что были у психолога. А сколько вы были у психолога? Сколько он консультировался? Это раз. А два. Как бы, ну, почему психолог обсуждает с вами то, что ему стало известно на консультации с ребенком? Большой вопрос. То есть, мне кажется, что ваш мальчик уже достаточно взрослый, чтобы иметь правило на тайну и непрекисновенность своей жизни. Частной, частной жизни, личной жизни. Вот. Поэтому было бы круто, если бы с психологом договорились о том, что можно рассказывать нам, а что нет. Вот. То есть, понимаете, как? Вот. Твоякое очень чувство у меня от вашего рассказа. С одной стороны, я чувствую, что вы действительно такой добрый и искренний человек. Но с другой стороны, есть ощущение, что очень много вы уделяете внимание, например, интеллекту, а не чувству. Есть ощущение, что своего ребенка, несмотря на то, что вы реально беспокоитесь и явируете, но есть ощущение, что вы не воспринимаете его всерьез. Есть ощущение, что вы не взаимодействуете чувствами. И то, как вы озвучиваете проблему, как вы говорите про нее. Ну, про проблему. Вот. Лично у меня вызывает ощущение, что вы не допускаете, даже не допускаете, того, что дело может быть в вас, а не в ребенке. Я серьезно говорю сейчас, что ребенок – это отражение родителей. И те, точнее, та проблематика, которая есть в ребенке, это ваша проблематика. То, что вы описываете, очень похоже на, на мой взгляд, на обрыв от чувств. То есть, ну, ребенок несколько, вот, оторван от своих эмоций. Вот. И, вот, этот эпизод, последний, где вы без чё, что, вот, 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 вот. Он говорит, что вы, дочь, 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 дочь-дочь-дочь, все покупаете, а, типа, не-не, это потом он соглашается на деньги, а после опять говорит. И вы чувствуете, и вы, значит, напоминаете ему разговор, который был. То есть, по сути, вы не отвлекаетесь на его переживание. Вы отвлекаетесь на его переживание интеллектом. Пытаетесь объяснить и рационализировать, а так не работает. Немаловым моментом является то, что, с одной стороны, вы говорите, что вы из них родителей, кто, когда куда-то едут, не отдают, а, значит, своих-своих детей бабушкам-дедушкам. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, не знаю, тащите детей, куда едете вы, а если они не хотят. То есть, тут, как бы, два экрессора. В целом, это поведение похоже на поведение человека, который, который, вот, ну, не совсем, не в полной мере, я бы сказал, получает внимание к себе. Вот. Понимаете? Какая штука. Я бы, вот так это, это, ну, я так это вижу. Вот. Я вижу это таким образом. И я вижу, что, вот, вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть вы, у меня достаточно сильно развит интеллект, да, вот, у вас достаточно сильно он, как бы, ну, работает, вот, но сложность, как мне кажется, именно вот в том, что вы не очень хорошо чувствуете себя, не очень хорошо чувствуете именно вот свои переживания, которые у вас есть, они у вас есть тоже, вот, и давать, ну, условно говоря, давать ребенку, ну, как бы вот чувство, скажем так, чувство, что, чувство, что его любят можно не только, напоминать ему того, что, например, он сам говорил, и не тем, чтобы играть, проводить с ним больше времени, даже когда вам этого не хочется, потому что вот если вы начали играть в приставку снима, вам не нравится, лучше бы вы не начинали этого делать, вот, потому что это не искренне. А, как бы, здесь я бы сказал, что вот, налицо такая вот проблематика, ну, прям, ну, духовная жизнь, эмоциональная жизнь, чувственная жизнь, я бы так это сказал, вот. По крайней мере, мне так, мне так кажется, то есть, ну, понятно, что я могу ошибаться, да, вот, понятно, что я могу быть не брать, вот, а, и могу, там, чего-то не знать, вот, ну, ну, вообще могу чего-то не знать, вот, но, пока что это выглядит, это выглядит вот таким образом, и я бы на это обратил, обратил бы ваше, ваше, вот, ну, внимание, с точки зрения, вот, с точки зрения психологии. Какую модель поведения выбрать? Это интересный вопрос, потому что ответить на него я не могу. Дело в том, что я не знаю вас, и не общался, ну, не общался с вами, чтобы отвечать на такого рода вопросы. Чтобы говорить о поведении, нужно пообщаться с вами и понять, понять, что именно вы за человек, что именно за человек ваш муж. Потому что очень важно, как общается ребёнок с отцом, вот. Если, если общение ребёнка с отцом не очень хорошее, мягко говоря, не очень хорошее, то могут быть проблемы. Отец – это образец, ну, это образец поведения, ну, мужского поведения, образец. Вот. И, соответственно, очень важно, чтобы, ну, всё-таки, наверное, отец более активно взаимодействовал со своим ребёнком. Вот. То есть, чтобы, вот, как можно чаще, ребёнок именно имел такие мужские разговоры. Следующий момент – это то, что вы чересчур гиперопекающие в чём-то. Ну, например, например, на мой взгляд, вы через чём-то, что касается каких-то, ну, дел вашего ребёнка. То есть, как бы, вот. Он не сталкивается с ответственностью сам. Вы ему этого делать просто не позволяете. У него нет такой возможности. А это очень важно, чтобы ребёнок сам уменьшательно учился решать какие-то проблемы. Вот. Если, если этого не происходит, если ребёнок не решает свои проблемы, сам не решает свои проблемы, то он оказывается зависим. На практически постоянной основе он оказывается зависим от, ну, от вас. Вот. От вас. Вот. Хорошо ли это? Как вы сами думаете? Я думаю, что нет. Думаю, что это нехорошо. Как минимум. Вот. Поэтому, если говорить, вот, о, знаете, каких-то рекомендациях, да, то вот то, что вы можете сделать сейчас, чтобы ситуация как-то не, ну, не усугубляла, да, чтобы, ну, ну, то, что вы можете сделать сейчас. Сейчас это не... это снизить свой уровень активности. То есть именно снизить его, больше позволять ему действовать самому, больше оставлять его один на один со своими трудностями, особенно если вот эти трудности возникают в результате его действий. При этом быть к нему внимательным не отстраненным, это очень важно не отстраненными, вот, но по этому решать свои действия сами, решать свои проблемы самому. Вот. Мне кажется, что системная трудность заключается в отсутствии личной границы между вами и рыбарькой. Понятно, что могут быть свои нюансы, вот, это понятно. Но я надеюсь, что он смог донести до вас важность своей мысли. Вот. Надеюсь, что смог. Есть очень большая ценность того, когда мы оставляем, в хорошем смысле, оставляем человека и позволяем ему самому решать. Давай даем ему возможность соприкоснуться со своей ответственностью. При этом не уходя от него полностью, не отталкивая его полностью, но при этом и не забирая какую-то всю активность в себе. Вот. Мне кажется, это всё на что вам нужно обратить на внимание. И мне также кажется, что если вы, например, будете внимательны к себе, вот, вы заметите, вы сможете заметить, например, что вам не очень хочется что-то делать. То есть вы заметите, что вам не очень, ну, у вас немного желания делать какие-то вещи для своего ребёнка, вот. и мне кажется, это очень важный момент. Если вам не хочется, то и не нужно. То есть, поверьте себе как раз таки, ну, кем-то не быть, сделать, позвольте себе что-то не делать, если не хочется, конечно. Вот. И наоборот, если хочется, то безусловно это реализация, у меня всякого сомнения. Вот. Если это такая вот, я бы сказал, честность, может быть, с собой. Ваша честность с собой, да, вы честны с собой. И это могло бы помочь вашему ребёнку наладить отношения с собой. Вот. Если вы, ну, понимаете, да, вот, а, что я имею в виду. Вот. Я очень надеюсь, что понимаете. Ещё важным моментом, как мне видится, является то, что вы представляете ситуацию таким образом, что проблема у ребёнка и как ему наладить. Как какую мне, говорите, вы выбрать модель поведения? А, это создаёт у человека, у ребёнка, это создаёт. Совершенно не нужно, как мне кажется, чувство того, что с ним что-то не так. Я не думаю, что это вот то, да, что нужно вашему сыну. Чувство, что с ним что-то не так. Поэтому давайте постараемся от этих позиций потихонечку отходить, да. Если ваш ребёнок чему-то научился, то научился он этому у вас, то есть он это умеет, он это знает. Благодаря вам. Значит, ваша модель поведения что-то научил его так действовать. Вот. И это очень, мне кажется, важный аспект. Чтобы вы это осознавали. Вот. Чтобы вы осознавали этот момент. Он на этот момент может быть не очень приятный. Потому что, ну, оказывается, это у вас может быть что-то. Да. Ну, я имею ввиду, какие-то трудности могут быть у вас. Это правда. Но мне кажется, что лучше это принять сейчас и что-то с этим делать. чем, например, пытаться это атаковать и генерировать у себя некоторую тревожность. Потому что мне кажется, что именно из числа тревожности вы написали. И у ребенка тоже самое. Ну, вот. Генерировать вот это вот. Чуть потревожности. Вот. Я бы так вам ответил бы на вопрос, который вы задаете. сейчас. Вот. С точки зрения именно вот психологии. С точки зрения вот психотерапии. Вот. С точки зрения моего собственного опыта. Вот. Вот. С точки зрения моих взглядов. которые у меня есть на ситуацию. Вот. И, соответственно, очень надеюсь, что вы будучи человеком явно не закрытым, явно открытым к чему-то новому. Я, ну, вы будучи человеком активным. Вот. Я очень надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием к этой ситуации и, может, постарайтесь принять. то, что я вам сказал. Вот. Безусловно, не все. Я не жду, что, я не жду, что вы примете все. Я бы и не хотел, чтобы вы принимали все. Все. Вот. Но я бы очень хотел, чтобы вы приняли хотя бы, хотя бы часть. Да? Вот. Я бы очень хотел этого. Ну, что ж, я думаю, что на этом можно сейчас закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно. Я надеюсь, что это было интересно вам. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. Надеюсь, что вы придете к какому-то решению. Вот. Я надеюсь, что пищу для размышлений я набрал. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было в какой-то степени для вас познавательно. Вот. Несомненно, терапию, вот, психотерапию, ну, не начинать с вас, а не с рыбок. Потому что дети гораздо острее. Как мне кажется, могут чувствовать, что с ними что-то не так, если, если их направляют к психологу. Вот. Поэтому, коли мы не хотим, чтобы вашему ребенку стало хуже, например, коль мы этого не хотим, то поработать нужно с психологом сначала вам. Вот. И мягко учиться новым моделям поведения. Ну, не каким-то особенным, не каким-то специальным. Я бы сказал, что модели поведения, которые вам нужно освоить, они одновременно и проще, но в то же время, в то же время, может быть, и сложнее. Проще, потому что нет какого-то правила, да, нет какого-то образца. Какого-то, нет. А сложнее, потому что вам нужно найти себя. Вот. А это сделать, порой бывает страшно, к сожалению. Вот. Порой это бывает страшновато, сталкиваться вот с собой, страшновато. Ну, как-то вот себя познавать, узнавать, вот. Страшновато. Поэтому, я легко могу понять вас, если вам, условно говоря, не захочется этого делать. Вот. Ну, это тот путь, который является, на мой взгляд, единственным конструктивным. И имеющим какие-то вот основания, имеющие какие-то вот, ну, реальные, может быть, возможности для того, чтобы помочь вашему сыну. Обрести какую-то, ну, какую-то гармонию, что ли. Вот. Так, я думаю, вот, такое мое мнение. Вот. Я ненавязываю вам его, надеюсь, это не воспринимается так, как будто я пытаюсь вам его навязать. На этом все. Хочется пожелать вам удачи. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Добро пожаловатьali в свою работу над собой. Продолжение следует...